Кстати, в прошлом году из-за паводка многие дачники не успели привести в порядок свои участки. Сухостой и мусор, который принесла река, очень горючий. В Хабаровске с 23 марта объявлен пожароопасный период. Специалисты МЧС совместно с администрацией города предупреждают дачников о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности. О штрафах, которые ждут нарушителей, о том, почему специалисты ожидают в этом году рост числа лесных пожаров, рассказали журналистам на пресс-конференции в Интерфаксе. Подробности в нашем следующем сюжете. Специалисты предупреждают, сжигать мусор на приусадебном участке сегодня очень опасно. Тлеющая трава может переноситься ветром на несколько сотен метров и вызывать возгорание. В этом году в регионе уже зарегистрировано около 30 случаев горения сухой растительности. В 2019 в крае произошло больше 3000 пожаров. К сожалению, у нас не обошлось и без фрагических последствий в пригороде Хабаровска. При тушении пала травы у нас погиб 50-летний мужчина. Один мужчина у нас получил травмы, также пытаясь ликвидировать пала травы в районе села Ракинное. С наступлением пожароопасного периода дачников просят соблюдать осторожность, не разводить огонь ближе, чем на 50 метров от зданий, сжигать мусор только в безветренную погоду и всегда иметь под рукой воду или песок. Но, как показывает практика, люди вновь и вновь правила нарушают. Уже сейчас начало проверок показывает, что органы поселения с годами одни и те же нарушения, и выводов никаких не делается. Поэтому мы здесь уже применяем санкции, уже штрафные. На юридических лиц в обычный режим, скажем так, санкции у нас 150 тысяч рублей. Если действует особый противопожарный режим, то также удваиваются санкции. Опасность также грозит зеленым легким края. Сегодня в регионе зарегистрировано 10 лесных пожаров. Пока пострадали только трава и болота, ущерба лесному хозяйству нет. Но в этом году специалисты ждут, что гореть будет чаще и больше. Если взять статистику, то и цикличность этих пожаров в этом году мы ожидаем высокий уровень. Они повторяются по статистике, что такие сильные возгорания через 22 года. У нас, если помните, пожары были сильные в 1976 году, в 1998 году. Каждый лесной пожар – это не только миллиарды убытков. Из-за непотушенного костра или брошенного в траву окурка страдают животные, гибнут люди. Ежегодно на тушение природных пожаров выделяется порядка 120 миллионов рублей. Ирина Фастовец, Наталья Чернышева и Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Вот некоторые очень важные данные. Час работы воздушного судна в зависимости от его типа стоит 1 миллион рублей. Плюс зарплата всех специалистов, задействованных в тушении пожара. Кстати, в готовности для тушения природных пожаров и защиты населения на территории региона находится группировка сил и средств РСЧС с численностью больше 12,5 тысяч человек, а также 2000 единиц спецтехники, 38 воздушных судов и 9 пожарных поездов. Вот такие вот данные.